Всем привет! Давно не виделись и не слышались, вы смотрите видео на канале Gameplan, а с вами я Юрий Аксёнов. Сегодня, как и всегда, я подготовил для вас топ 5 новых мобильных игр. Не будем медлить и перейдём к обзору. Пятое место моего топа занимает экшен-платформер под названием Kidarian Adventures. Сюжет игры рассказывает нам о том, что мир был подвержен воздействию тёмной магии, и наша задача покончить с ней раз и навсегда. Играть нам предстоит за юного викинга, который, собственно, и встал на путь борьбы с тёмными силами. Ваша задача здесь, как и во всех играх данного жанра, сводится к тому, чтобы избежать всех ловушек, уничтожить противников и живым добраться до финиша. Касаемо Kidarian Adventures, хочется отметить, что игра сделана весьма добротно, а геймплей её включает в себя множество интересных штук, о которых-то я вам сейчас и расскажу. Но, во-первых, у вашего героя имеется два типа оружия. Это меч для ближнего боя и метательные ножи для атаки на расстоянии. Правда, их количество ограничено, и поэтому лучше использовать их только по мере необходимости. Следующей особенностью является наличие зелий, которые позволят вам временно активировать одно из четырёх усилений. Они сделают вас непробиваемым, быстрым, увеличат наносимый вами урон или замедлят время. Кроме этого, всегда можно при себе иметь бутылочку для восстановления здоровья. Третьей, на мой взгляд, крутой особенностью является наличие скрытых зон, которые вы можете найти на уровне. Если рядом с вами есть такая, то над персонажем начинают появляться вопросительные знаки, и нужно просто проявить смекалку, чтобы найти её. Игра включает в себя пять глав, причём в конце каждый вас будет ждать босс, чтобы победить которого вам предстоит выучить его тактику. Кроме всего этого, в игре предусмотрена также и кастомизация. Собирая монеты, вы сможете открывать новые скины, а также купить новое, более мощное оружие. Четвёртое место я отдал экшену про альпиниста под названием Hang Line. Здесь вы будете играть за отчаянного скалолаза, который, выпрыгнув из вертолёта, будет совершать взбирание на гору. Причём ему нужно не только забраться на самую вершину, но и желательно собрать три звезды. Главной сложностью игры является то, что здесь будут подвижные элементы, такие как камни, которые могут вас снести, или же куски ледника, которые могут просто отвалиться. Помимо этого, по мере прохождения и открывания новых гор, вам также будут усложнять задачу и различные обитатели этих гор. Например, козлы, которые будут вас бодать, или же какие-то пантеры, которые смогут наброситься на вас и съесть. В соответствии с этим, ваша задача простроить правильную тактику, получить максимум удовольствия, собрать все звезды, избежать всех препятствий и добраться до заветной вершины. Игрушка мне очень понравилась, очень затянула, и я вам её советую. Третье место занимает довольно забавная и одновременно мега-хардкорная игра под названием It's a Full of Sparks. Здесь вы будете играть за петарды, которые захотели острых ощущений. Они подожгли свои фитили и, сломя голову, бросились вперед, чтобы прыгнуть в воду до того, как они взорвутся. В чём же заключается геймплей на особенность данной игры? Здесь ваша задача нажимать на специальные кнопки, которые будут позволять вам включать или отключать те или иные препятствия. Они будут выделены соответствующим цветом. Поначалу это будет одна кнопка, потом их будет две, а потом я пока ещё не дошёл, потому что игра мега-хардкорная, и сделать это будет не так уж-то и просто. Собственно, смысл здесь такой. Пройти уровень как можно быстрее и при этом не дотянуть до того момента, пока ваша петарда сама не взорвётся. Мне игрушка понравилась своим графическим стилем, а также вариантом её монетизации. Вам даётся ограниченное количество петард, потратив их на неудачный попыток, вам предстоит либо дождаться, когда сгенерируются новые петарды, их может быть максимум 5. Вы можете посмотреть рекламу и получить 10 петард, либо получить 50 петард, но при этом будет реклама периодически вам показываться после ваших неудачных попыток. Кроме этого, здесь есть возможность купить игру и, соответственно, без рекламы и с неограниченным количеством петард пройти её и насладиться ей. Такая монетизация, на мой взгляд, наиболее комфортна для игрока и каждый сможет выбрать тот, который ему больше подходит. Второе место я отдал игре Time Recoil. Это довольно необычный топ-даун шутер, особенностью которого является Slow Mo. Причём оно будет включаться в тот момент, когда вы убиваете кого-либо. И чем больше цепочка убийств, тем дольше этот эффект будет продолжаться. Сюжет игры рассказывает нам о неком злобном профессоре, который открыл перемещение во времени и благодаря этому он стал коварным диктатором. И теперь ваша задача также путешествия во времени остановить его и не дать ему в прошлом изобрести машину времени для того, чтобы в настоящем он не стал диктатором. В общем, вот такая вот запутанная сюжетная линия. Геймплей игры я вам отчасти описал. Что же здесь вы можете делать, кроме того, что стрелять и замедлять время? Кроме этого, вы сможете совершать резкие ускорения, которые позволят вам даже сносить некоторые стены. Те стены, которые не укреплены специальными металлическими пластинами. Кроме этого, вы можете подбирать различные виды оружия, будь то пистолеты, автоматы. И также вы можете, например, стрелять по бочкам для того, чтобы они сдетонировали и разнесли всё вокруг. Игрушка мне показалась весьма любопытной. И особенно на фоне того, что в последнее время наблюдать какой-то изрядный дефицит действительно качественных мобильных игр, она смотрится весьма даже неплохо. Поэтому, если любите топ-даун-шутеры с путешествиями во времени, с замедлениями этого самого времени, то обратите на неё внимание. И первое место я отдал файтингу Street Fighter 4 Champion Edition. Данная игра на iOS уже выходила около полугода назад, и вот наконец-таки добралась и до Android. Распространяется она хоть и бесплатно, но бесплатно вы получаете всего лишь один игровой режим в виде тренировки одного персонажа. Поэтому всё-таки, если вам игра понравится, придётся раскошелиться и купить её. Что же здесь вас ждёт? Здесь вас ждёт как одиночный игровой режим, так и многопользовательский. Вы сможете играть по интернету и меряться силами с другими игроками. Кроме всего этого, игра имеет как тач-управление, перенесённое на экран, так и поддержку многих контроллеров. То есть вы сможете, как в старые добрые времена, взять в руки геймпад и поиграть на нём. Касаемо на экранного управления, оно не совсем удобное, поэтому я вам от души и честно порекомендую. В эту игру стоит играть, пожалуй, что только на геймпаде. Кроме этого, игра может порадовать вас с наличием 32 персонажей, за которых вы сможете поиграть, и, соответственно, классическим геймплеем. Именно тем, который включает в себя множество различных комбо-атак и вариаций. Чего не встречишь в современных файтингах, которые представляют из себя просто свайпалки и тапалки. Игрушка, конечно же, стоит того, чтобы обратить на неё внимание, но сразу предупреждаю, управление адаптировано не очень, поэтому играть лучше только с контроллером, и тогда ваши нервы будут в порядке. Ну что ж, на этом всё, благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до скорых встреч!